Ты готова? Нет, но я всегда готова. Классная тачка! Сегодня в программе. Современная деревня и ее съедобные фабрики. Кипрская таверна и наилучшее мизе. Церковь, в которую нас не пустили. Пушисто-ушастые исполнители желаний. Экстрим сафари и пик, на котором надо побывать, чтобы увидеть весь Кипр. Ирочка, я сегодня еду в горы, сделай мне что-нибудь пожестче. Всем привет! Это путевой туризм. И сегодня я вас отвезу в горы. Погнали? Я говорю, погнали! А где моя тачка-то? Смотрите внимательно нашу передачу. В ней спрятан киноляп. Нашедшему будет приз. Но все подробности в конце передачи. Сегодня мы едем в деревню Агрос. Эта деревня расположена в горах Тродос. Население не больше тысячи человек. И знаете, эта деревня одна из самых интересных деревень Кипра. И одна из самых знаменитых. Погнали! О боже, какой мужчина! Был бы рядом со мной, но сегодня я одна. Пока едем, расскажу вам легенду. Хотите верить, хотите нет. Но поговаривают, что деревню Агрос основали 40 монахов из Малой Азии. Вот так. Им пришлось покинуть свою родину. Они приехали сюда. Первое время они жили в пещере. Но со временем они построили свой монастырь под названием Мегалос Агрос. Хотите верьте, хотите нет, но монастырь, пещера и монахи не сохранились. А вот Агрос по-прежнему существует. Туда и едем. Деревня Агрос расположилась в горах Тродоса на высоте 1100 метров в плодородном районе с названием Пиццелья. От Лимассола и Никосии до Агроса можно добраться за 45 минут. Деревня Агрос была названа в честь монастыря Мегалос Агрос, который был возведен на том месте, где сегодня расположена церковь Святой Богородицы. Агрос – это современная деревня. Здесь есть полиция, пожарная служба, медицинский центр, школы. Обратите внимание, вот именно так в обычных каменных домах и живут киприоты. А дороги! Дороги, смотрите, какие узкие! Двум машинам проехать сложно. Слышите шум? Это таверна. Местные жители любят собраться всей семьей, поесть и обсудить новости. Настало время раскрыть главный секрет деревни Агрос. Именно здесь расположено несколько фабрик по производству всевозможных деликатесов, кипрских деликатесов. Первая фабрика будет интересна гурманам. Она знаменитыми с ними копченостями. Боже, какой запах! Ах, ребят, если бы вы знали, как вкусно пахнет! Смотрите, у них есть даже награда! Хочется, конечно же, узнать о фабрике чуть побольше. Какие виды колбасы они здесь производят, какое мясо, в каком количестве. Давайте все это узнаем. Наши бизнесы работают 43 лет, и наши родители начали компанию, и мы продолжаем. И мы делаем все традиционные смотанные мясо, без пресервативов. Хиромери. Это должен быть кинга на мясо. Хиромери – это нога на порт, и это нужно 3 месяца, чтобы быть готов. И мы сначала добавим с солью, затем добавим с дровой, и затем добавим с солью. И потом добавим с солью. И после 3 месяца, вы можете увидеть, что это хиромери. И мы добавим лунза. Лунза – это порт луи, порт филет. И бакон. Это нужно примерно 3 месяца, чтобы быть готов. И в молочном помещении, мы добавим кориандр. Потом мы добавим с солью. Два размера – маленькая и нормальная размера. Они сделаны из порта. И различных спичек. Вина. И также мы их добавим. К сожалению, на само производство мы пройти не можем. Но мы можем все продегустировать здесь. Магазин Кавкалья открыт круглый год. Также его продукции вы можете найти практически в любом магазине Кипра. Душевый запах. Деревня Огроз специализируется на выращивании дамской розы. Из лепестков которой делают эфирное масло и розовую воду. Все, что можно сделать из роз, из лепестков роз, делается здесь. Из розы здесь производят парфюмерию и косметику. А также розовый чай и разнообразные ликеры и бренди. Эти продукты из розы известны не только на Кипре, но и в других странах. Шампунь из роз хотите? По легенде, Клеопатра поднималась по этой лестнице и ежедневно купалась в розовой воде. А вот и сладкая фабрика Никис. Здесь варят знаменитые кипрские варенья глико. В магазине вы увидите огромное разнообразие этого лакомства. Это что такое? Вы вообще понимаете, что это тоже сладкое? И это тоже варенье. Баклажаны, грецкие орехи, маленькие горькие апельсинки и морковь. И все это для вас сластеное. Это все сладкое варенье. Арбузик не желаете? Кто бы мог подумать, да, что он так выглядит? А грецкий орех кто-нибудь целиком видел? А пробовали? Ребята, а морковочка? Смотрите, у них есть даже сироп, из которого можно сделать лимонад. Так, дайте я еще так попробую. Стоп. Я еще так хочу попробовать. Я хочу. Подохнишь, говори. Да? Я понимаю, я хочу на язычок. Слушайте, ну прям варенье. Ну прям очень вкусно. The best. Но нужна вода. Я думаю, достаточно. Ваше здоровье. Блин, да я не могу, у меня сейчас диабет будет. А? У меня сейчас диабет будет. Это, конечно, все хорошо, но я бы хотела поесть. Тем более, что здесь меня ждет мой друг Илья. Ладно, но я везде тебя ищу. Договаривались же вместе пообедать. Пойдем. Илья мой друг, а теперь и ваш. В деревне Агроз он отвечает за горное сафари. После обеда я вам все покажу. Пойдемте поедим в традиционной кипрской таверне. Попробуем мизе. Пойдем. Приехав в деревню Агроз, обязательно пообедайте в местной таверне Линаре. Закажите мизе. Оно разнообразное и вкусное. Вас угостят холодными и горячими запусками. В таверну приезжают жители из окрестных деревень и крупных городов. К слову сказать, качество мизе замечательное. И стоит того, чтобы сюда вернуться еще не раз. Предлагаю дальнейшее путешествие продолжить на квадриках. Алло. А что? Я за рулем. Горное сафари на Кипре – это отдых для всей семьи, для корпоративных встреч или индивидуальных романтических прогулок. По дороге вас ждут невероятной красоты пейзажа. Орехи, фрукты из деревьев, свежий горный воздух, море позитива и интересные исторические места. Одно из них мы сейчас с вами и посетим. Верите ли вы в чудеса? Три дня назад мы были на территории церкви Панагия Туарака и нас не пустили. Смотри. Я думаю, не проблема, если ты вот отсюда снимешь вот так. Мы же не будем заходить. 12-го века монастырь. И нас туда не пускают. Съемка запрещена, к сожалению. Да, это наследие ЮНЕСКО. Да, не разрешено здесь снимать, потому что это наследие ЮНЕСКО. Но сегодня сам митрополит нам дал благословение на съемку. Поэтому сегодня нас пустят на эту территорию, и мы покажем вам то, чего вы еще не видели. Церковь Панагия Туарака переводится как Богоматерь на горошине. Она расположена в горах Тродоса, в деревне Лагудера, в 15 километрах от деревни Агрос. Построенная в 13 веке, церковь включена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Она считается одной из самых важных византийских церквей на Кипре. Обратите внимание на крышу. Все дело в ней. Потому что сама церковь ей-то и укрыта. Для кипрских церквей, расположенных в горах Тродоса, двойная крыша – явление весьма распространенное. Вторая крыша защищает церковь от непогоды. Церковь знаменита своими уникальными фресками XII века. Росписи относятся к 1192 году. В основном, именно благодаря этим фрескам храм Панагия Туарака был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На одной из фресок изображена сцена крещения Христа. Особенность этой фрески в том, что он изображен на ней без одежды. А на территории церкви живут три ослика, а точнее три ослицы. Есть такое поверье. Если вы встретите светлого осла, загадывайте желание. Оно обязательно исполнится. Сегодня я для вас подготовила аж три ослика. Они все светлые. Загадывайте три желания. Обязательно исполнится. Я хочу, чтобы моя передача стала полезной и известной на весь мир. А сейчас мы вас увезем на такую смотровую площадку, где захватывает дух. Поговаривают, что если вы не были здесь, вы не были на Кипре. Пик Мадари – второй по величине пик Тродоса, имеющий высоту 1536 метров над уровнем моря. Древнегреческое слово «мадарос» означает «голый», «лысый». Вероятно, это связано с тем, что верхняя точка Мадари не засажена густой растительностью. И с нее открывается отличный вид на окрестности. Мы проделали такой большой путь для того, чтобы подняться на пик Мадари. Сколько здесь метров над уровнем? Там 1650. Вот. Пошли. Там прекрасный вид. Это такая отличная обзорная точечка. Да. Видно Ларнаку, Никосию. Ааа! Лебедный шкупер! Именно на этой обзорной точке видна Ларнака, Лимассол, Никосия. Я права? Лимассол, Ларнака, Никосия. И залив морфу. Вот так. Ну, трос, конечно. Весь Кипра вокруг. На ваших ладонях. Красота. Те, кто нашел Киноляп, пишите свой ответ в комментариях. Среди правильных ответов мы проведем розыгрыш. В этот раз у нас будет три подарка, а значит, три победителя. В этот раз мы разыграем вкусные подарки. У нас есть мясное ассорти, есть необычное варенье и есть подарочек от фабрики роз. Предлагаю устроить пикник. И сумаки вот такие вот, ребята, никогда не оставят вас голодными. Лично я очень люблю и суши, и лапшу-удон, которые я сегодня с собой и взяла. Итак, лапша-удон с октобусом будешь? Прекрасный. Прекрасный выбор. А у меня? У меня будет лапша-удон с креветками, а у нашего оператора с курицей. Вот такой выбор. Я согласен. Начнем. Стоять! Ну, а ты как думал? Я за эстетику. Давай. Между прочим, посуда из магазина Indoor Stylist. Если честно, мне очень понравилась сафари, честно, правда. И таверна мне очень понравилась, и горы, горы просто потрясающие. Кипр – это горы. Лично я за эстетику. Ну, пледик. Пледик для меня. И кресло тоже. Будьте добры, мужчина. Обратите внимание, какая у меня красивая посуда. Какой у меня теплый плед. Это все мои друзья. Магазин Indoor Stylist. Они у нас в Лимассоле. Ушной массаж ослицам или ослам. Пожалуйста, недорого. Ланагам. Так, я тебе сейчас скажу на ушко, значит, что я хочу. Я хочу, чтобы моя передача была самой успешной, самой знаменитой на Кипре. Да. А потом и по Европе будем гонять, снимать. Буду самым-самым знаменитым блогером. Может, вы просите подогреть? Ты что, шалел? Кого? Подожди, сейчас едим. Кого вы попросите подогреть? Дом себе на море куплю. Давай? Да у тебя приглашу к себе, конечно. Конечно. Конечно.